Окупай Следственный комитет 2. Продолжается противостояние оппозиции и Следственного комитета во главе с Александром Бастрыкиным, который в последние дни ведет себя особенно агрессивно. Птенцы гнезда Бастрыкина работают не покладая рук, даже по субботам. Клюют оппозицию как могут. Цель – показательная страшилка для тех, кто задумывается о присоединении к протесту. Но гражданские активисты не устают напоминать ощетинившиеся вертикали о том, что однажды кремлевская малина закончится. Не завтра, конечно. И за правовой беспредел придется ответить. Путинизм не вечен, а законы исторического развития неумолимы. Хочу, чтобы меня не приняли за тех, кто совершенно равнодушен к тому, что Следственный комитет расследует совершенно непонятные дела, то есть дела, которых нет, но зато не расследуют убийство, зато за убийство дают, за соучастие в убийстве 150 тысяч штрафа. А вот людей, которые просто выходят на площадь, их сюда таскают регулярно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из моих знакомых или друзей думал, что я, в общем-то, равнодушна к этому. Я не хочу, чтобы у нас так было. Иногда складывается такое впечатление, что люди во власти получают или неверную информацию, или советы каких-то абсолютно неадекватных людей, которые не могут им объяснить то, что реально происходит в стране. За счет этого рефлексия власти на то, что происходит в стране, абсолютно неадекватна. Где протест, там и провокаторы. Ведь если рухнет путинизм, им есть что терять. Репутация уже изгажена, и отвечать за подлости тоже придется. Позиция надоела, это повторная шутка, уже не смешная. Они выходят и занимаются ерундой. А кто должен смеяться, Бастрыкин? А? Кто должен смеяться, Бастрыкин? Почему смеяться? Ну, вы сказали, что уже не смешно. А раньше было смешно? А раньше было смешно. Конечно, они выходили и делали глупости. Вон, посмотрите, Болотная площадь, что они сделали 6-го числа. А что они сделали? А что они разгромили? Начали шутить своими шутками. Они считают, что это шутка не смешная и хотят остаться безнаказанными. Они разгромили Болотную площадь? Они разбили полицейских? Меня избили полицейских, избили. Травмировали. Несколько человек в одинаковых майках – это уже не одиночный пикет. Но румоловцев полиция не трогает. Им можно все. Двойные стандарты. Товарищ старший лейтенант, здесь люди в одинаковых майках – это уже не одиночный пикет. Все вопросы в пресс-службу. В пресс-службу? А почему именно в пресс-службу? Я же по поводу вот этого. Понятно. Когда вертикаль власти погрязла в беспределе по самую макушку, ничего удивительного в том, что гражданское общество всегда напоминает ей о грядущей ответственности. Эти люди будут приходить сюда еще и еще, даже если власть будет затыкать уши. Но однажды она все равно услышит собственный народ. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвестник». Особая буква. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова